Всем привет дорогие мои, с вами Куланова Анна, проект Фоберлик онлайн и сегодня я вам покажу новую новогоднюю коллекцию от компании Фоберлик. Сразу хочу сказать, что футболки оказались клевыми, классными, натуральными, суперскими. Красочка сверху идет, не знаю, еще пока что не стирали, ничего, но чувствуется, что она идет такой не средней даже плотности, а хорошей плотности, но не супер плотная, в ней комфортно, не будет жарко. Итак, сейчас на мне футболка с принтом, артикул 862 286, модель синий, размер XL, состав 92 хлопок, 8% эластан. Следующая футболка называется джемпер женский с длинным рукавом, артикул 862 274, цвет синий, размер XL, состав 92 хлопок, 8% эластан. Ну, мое мнение, никакая она не праздничная, но она очень хорошо, подойдет под любой пиджак или еще под что-то, или просто как с джинсами носить, можно какую-то кофточку сверху накинуть, ну, клевенькая, мягонькая, хорошенькая, праздничная я ее не назову, хотя она из этой серии, но из-за того, что на ней вообще ничего не нарисовано, какая же она праздничная, но очень комфортная, мягкая. Следующая это свитшот женский, артикул 862 268, цвет красный, размер XL, состав 92 хлопок, 8% эластан, теплый он очень такой, мне понравился, клевый, классный, прямо вот, очень комфортный, кожа дышит, 92 хлопок, все как бы великолепно. Свитшот женский отобрала у меня моя старшая дочка Катюша, но я сказала, не отдам, пока не сниму на YouTube. Тоже классная, клевая, комфортная, ну, вот что поделаешь, любит она темная, мне вот темная не очень нравится, но вот ей прямо зашло, она прям хочет, ну, пусть носит, тут, по-моему, позволяет снегу падать или что-то типа этого надпись. Артикул 862 262, размер XL, 92 хлопок, 8 эластан, также мы их с вами еще посмотрим на столе, изнутри. Ну и далее Антон, его выход в этот раз, на нем футболка мужская, артикул 862 343, цвет синий с принтом, размер XL, состав 92 хлопок, 8% эластан. Ну, я думаю, что она тоже легкая, прикольная, просто вот сейчас вот Новый год носить, 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 заносить и все. Так, далее, та же самая, теперь только мужская, футболка с длинным рукавом, джемпер мужской, артикул 862 338, цвет синий, размер XL, состав 92 хлопок, 8 эластан. Антон, тебе комфортно? Да, комфортно, очень, ткань плотная, тянущаяся, чувствоваться качественно, она растягиваться, вот здесь вот не будет. Потому что в ней эластичность есть, это, поэтому я и буду носить, мне это нравится, когда футболки и носятся, и не растягиваются, товарами и сохранятся как можно дольше. Угу, угу, ну вот да, можно сказать такая, обычная, да? Угу, угу, мы сейчас очень долго смеялись, ну пожалели краску, ну вы посмотрите, совсем, совсем, совсем маленькая машинка, которую приходится увеличивать, чтобы ее увидеть. Ну, не знаю, как оно, но в принципе, если я там надену красную, он синюю, дочка тоже синюю, это как-то, ну вот будет сочетаться. Ну вот, если честно, уж очень маленькая машинка, ни к чему, конечно. Итак, свитшот мужской, артикул 862-333, размер XL, состав 92 хлопок, 8% филостан. Антон, тебе как? Ну, средней плотности, я бы так сказала, она не слишком плотная, но достаточно хорошо ложится по размеру, но в принципе, я носить буду. Угу. А как она мягкая, уютная? Ну вот, я на голову тело надел, немного есть такой дискомфорт, потому что вы надеть, может это после стирки уйдет, но вот так чувствуется небольшое, потому что внутри немного твердовата ткань. А, ну швы не колют ничего? Нет, швы не колют, сама ткань, когда вот привлекаешься, движешься, чувствуется покалывание, там трение где-то, ну вот так вот на голову тело не поносишь. Угу. Расскажи, сколько у тебя брюкам Фаберлик лет? Ну, это уже год в четыре. Не хочет никакие новые, представляете? Да, никакие комфортные. Их уже в новичии нет продажи. И на улице тебе комфортно, и дома. Ты не потеешь в них, кожа дышит, вообще идеально. То есть и для дома, и для улицы. Ну да, да, жалко, что таких больше нет. Мы даже посмотрели, а вдруг порвутся, а есть ли такие на складе? К сожалению, уже нет. Вот представляете, четыре года носит, и прям балдеет. Ну вот качество, просто низкий поклон компании. Итак, давайте посмотрим на столе. Так, ну, во-первых, чтобы хотелось на что обратить внимание, тут, в принципе, довольно таки качественная краска, которую я тяну, натягиваю, а она не трескается. Я считаю, что это очень важный такой момент. Далее, кофта идет без антирастяжки, но ткань какая-то, знаете, необычная, очень хорошая, упругая. Вот этот момент прям вообще опять с плюсом, великолепно. Дальше низ изделия на футболочке, да, в форме резиночки, все хорошо, все здорово. Обычная такая футболка, прям обычная. Далее, кофта с длинным рукавом, точь-в-точь такая же. Все шовчики, все внутри очень хорошо прошито. Никаких там нареканий, каких-то проблем, еще что-то. Кстати, кофты не особо соберушки, у меня на них поспало окошко. Когда мы сняли обзор, мы их сложили и забыли про них до следующего дня. Когда снимали обзор, я решила, что я следующий день сниму, потому что садится уже телефон и зарядки мало. Думаю, бог с ним, уже поздно, сделаю завтра. Ну и что вы думаете, кошка на ней поспала. Легко все очистилось, осталось очень мало после кошки, и я, в принципе, довольна. Далее, футболка с длинным, с коротким рукавом мы с вами посмотрели. У нас далее по порядку идет вот такие теплые кофты. Кофты просто бомба, они безумно мягкие снаружи. И такое ощущение у этих кофт, что они как будто из плюша какого-то мягкого, очень приятного. И изнутри вот такой начосик. Вот сейчас я вам его увеличу. Видите, такой вот небольшой начосик у всех кофт внутри есть. Такой приятненький, да. Это я внутренность рукава показываю. Низ изделия в форме резинки. И вся кофта вот таким вот начосиком небольшим. И она получилась, знаете, такая, вроде бы, с одной стороны плотная, с другой стороны в ней не жарко и не холодно. Такой прям кайфовый момент. Антирастяжки тут в этом моменте нет. Сшито все, кстати, в России. И то же самое у синей кофты. Такой же рисуночек. Также ничего не трескается, не растягивается. Знаете, бывает иногда натянешь, и оно уже все потрескалось, да, вся краска. Тут нет. Тут очень все хорошо и здорово. Такой же вот начосик, борсик, то как его называют. Далее темно-синяя футболка. Муж сказал, с удовольствием надену в Новый год. Говорит, это прикольно, это классно. Ну, в принципе, я его поддерживаю. Тоже все понравилось. Футболку с злейным рукавом тоже смысла нет перебирать. Она вообще, кроме как размера, она ничем не отличается. Очень удивила меня эта кофта с этой маленькой машинкой. Может быть, кто-то что-то не понял, но машинка до такой степени маленькая. Может быть, хотели сделать большую, но ошиблись. Ну вот, и она, кстати, тоже не трескается, все хорошо натягивает. Но, на самом деле, и мужские кофты тоже обалденного качества. Далее переходим к детской коллекции. И, на удивление, она абсолютно идентична взрослой. Интересна очень. И тоже никаких нареканий. Ни с рисунком. Вот видите, я сильно натягиваю, даже ногтем провожу. Никаких даже намеков на трещинки нет. Это суперски. Это прям великолепно. Я довольна этим качеством. Так, и детские теплые кофты у нас с вами идут тоже с хорошенькими... Так, сейчас увеличу. Тоже, видите, вот детские кофты тоже с таким вот ворсом. Так, дальше хочется показать подмышечку, как оно тут все качественно, хорошо прошитое изнутри. Я думаю, что любая мамочка попросила бы это. Низ изделия также, как и у взрослых, выполнен в форме резинки. Все замечательно. Что понравилось? Детские футболки идут хоть с каким-то рисунком. Потому что взрослые футболки я новогодними не назову. Ну, не назову, но это обычная футболка. Да, она качественная, да, она легкая, но она не праздничная. А эти, они реально праздничные, реально клевые. И Новый год в них встречать будет одно удовольствие, как дополнительный праздник. Вот такая темно-синяя футболочка. Тоже очень хорошенькая, клевенькая, великолепненькая. С мишкой с таким. Тоже все здорово. Ну и темно-синяя, я так понимаю, для мальчиков и девочек была создана коллекция. Тоже симпатично. Очень нравится вот этот свежий зеленый оттенок. Очень жаль, что в двух тонах я бы взяла все тоны. Я так понимаю, что синие это унисекс, а красные они шли только для девочек, да. Ну, прикольно, прикольно, классно. Мне кажется, они все даже, да, может... И какая разница, красную или синюю, допустим, мальчик или мужчина бы надел. В общем, шикарное колецо. Очень понравилось вот это вот невероятное ощущение комфорта. Это как будто какой-то вот, знаете, сверху какой-то есть невидимый ворсик, что ли, или что. Хотя это, вот если на три умножить, хотя это обычная ткань, но вот чувствуется какое-то, знаете, вот... Не, а не видно. Вот, если вот сильно-сильно увеличить, тут есть какой-то вот ворсик небольшой сверху с лицевой стороны, который дает, вот если на палец смотреть чуть-чуть, вот видите, какие-то волосинки, дает такое вот ощущение мягкого какого-то плюша, очень приятного. Прямо очень мега приятного. Прямо хочется трогать. Мягкое, классное. Что снутри, что снаружи.